Здравствуйте, дорогие зрители! Нашу программу мы решили просветить проблемам террора. Сегодня борьба с терроризмом является ключевой задачей. Откуда берется терроризм? И в первую очередь, каковы его психологические основы? Хорошо известно, что по своему моральному духу боевики того же исламского государства или других подобных им террористических организаций в значительной степени превосходят своих противников. Для этого в нашу передачу мы решили пригласить одного из ведущих специалистов по этой проблематике Татьяну Ивановну Кузьмину. И первый вопрос я к вам хочу задать вот какой. Он стыкуется с тем, что, например, прислал нам Станислав. Я один из слушателей. Вот он задает. В результате чего растет количество терактов? Тех, кто их совершает. И сам масштаб террористических действий. Почему это происходит? Ведь ведется же такая борьба с террористами. Наносятся удары. Количество уничтоженных террористов измеряется сотнями и тысячами. Но их место занимают другие. Почему это происходит? На самом деле идея террора и терроризм появился не вчера и не сегодня. Родоначальником террористов считают знаменитого Хасана Ибн Сабаха, который по определенным легендам являлся и другом Амар Хаяма и устрашал страны Ближнего Востока, а в частности правителей стран Ближнего Востока своими ассасинами, которых он готовил в специальном лагере на горе. Его так и звали Старец горы. Люди были преданы ему настолько, что по его условно мановению руки могли броситься со скалы вниз и погибали. То есть что происходило с психикой этих людей? И что вообще послужило поводом обращаться к этому Сабаху, к его религии, которую он предлагал? Мы много на эту тему и с коллегами обсуждали, разговаривали, и очень много на эту тему исследовали литературы, но мы не получили адекватного ответа. В общем-то стали исследовать сами. И когда мы обратились уже к непосредственным исследованиям личных дел, тех, кто подозревал в совершении теракта, кто подозревался в пособничестве террористам, когда мы обратились к историям уже тех, кто совершил теракт, кто подорвался, в частности, знаменитые теракты в Москве, теракты в Нальчике, Губдене и так далее. И мы увидели такую ситуацию, что в принципе все люди, которые совершили эти теракты, они не были какими-то особо выдающимися, скажем так, при жизни, они были достаточно скромны, незаметны, они не занимали никаких особых постов, они никак социально были не реализованы. И как по свидетельствам очевидцев, друзей, знакомых, они были все достаточно такие простые люди, с которыми можно было общаться, кто-то был достаточно замкнутым и так далее. Но... То есть главная отличительная черта, вот такая первая, которая обращает внимание, что это люди были из низов. Прежде всего да. То есть это были люди, у которых не было особых каких-то социальных достижений. Я бы сказала так. Это, конечно, прежде всего первый момент. Второй момент заключался в том, что не было у этих людей особого хорошего образования. То есть да, они учились в школе, да, может быть, они заканчивали ПТУ и так далее, но там они не приобретали каких-либо успехов. Они в принципе не были успешными и признанными, если вот так говорить. Это первый момент. Но образование в первую очередь. То есть попросту говоря, при отсутствии достаточно весомого образования, хорошего образования, четко структурированной психологии мышления, логики мышления, получается, они более уязвимы для всевозможных иррациональных воздействий вот такого рода психологических информационных. Так можно сказать? Безусловно, да. Можно сказать и так. И еще один момент. Это момент, связанный чисто с психологией, исключительно с такой вот более тонкой диагностической веткой, который заключается в наличии такого критического мышления к той информации, которая, собственно говоря, подается. И наличие критики к тому, зачем мне это говорят, если мне что-то говорят, с какой целью мне это говорят, если меня хвалят, или никогда не хвалили, то вдруг почему меня стали хвалить? Действительно ли я что-то сделал, да, такое выдающееся, или мне льстят, например, зачем-то? Потому что на самом деле вот эта вот неспособность критически относиться к информации, она завязана напрямую с мышлением и образованием. Почему? Потому что в плане образования мы всегда развиваем понятийный аппарат. Понятийный аппарат дает нам возможность развивать категоризацию мышления, умеет, имеет возможность развивать не просто понятийное мышление, а прогностическое понятийное мышление. То есть когда человек, например, может не просто свой поступок оценить, например, как правильный, неправильный, а может оценить его с точки зрения, если я так поступлю, то что будет потом? То есть иметь какую-то прогностику определенную. И плюс к этому, это еще и умение контролировать, волево контролировать свое поведение. И отсутствие вот этого волевого контроля, оно не просто лишает человека нормальной адаптации в жизни, в социуме, оно еще и лишает человека возможности управлять самого собой. Но психика человека, она так устроена, что она недостающие вот эти звенья, она пытается их компенсировать. И таким образом, когда она это компенсирует, волевой контроль человек ищет извне. То есть, когда я не могу быть сам себе хозяином, я ищу хозяина извне. Это третий аспект. То есть, недостаточный волевой потенциал, который заставляет человека искать, грубо говоря, волю вовне. Ну, это известная идеология фашизма. Когда говорилось о том, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Да. Более того, в таком аспекте очень хорошо приживаются, прививаются определенные идеологические аспекты. Вот если мы, например, будем говорить о каких-то радикальных исламских течениях, то вот на примере Чечни, на примере Дагестана, там можно увидеть следующее, что, в принципе, и Дагестан был в свое время поделен, и Кабардино-Балкария была поделена на такие отсеки. Географически в каждом из отсеков был террористический эмир, так называемый. Но что интересно, то, что эмир вообще в мусульманстве, это человек, как правило, взрослый, очень взрослый, даже пожилой, можно сказать, это человек, обладающий огромным потенциалом знаний, это мудрец, которому, собственно, ходят за советом, и он может, способен управлять людьми, потому что он мудрый, он до этого дожил, дошел и так далее. Вот в террористических вот этих вот, у террористических эмиров, у них, например, опять-таки, какое образование? Они могут быть достаточно молоды, они могут этого образования вообще не иметь, и при этом они могут становиться эмирами, они могут вести проповеди. То есть это лжеэмиры, по сути, де-факто, это... Ну, псевдо, я бы сказала. Да, они... Ну, псевдо, это по-агречески лже. Вот, по сути дела, это есть полевые командиры. Не более того, они эмиры в исламском понимании слова. Абсолютно. Это именно полевые командиры. Вот, вы знаете, я сошлюсь вот тут на одного еще слушателя, который тут прислал письмо. Татьяна Ивановна, вот он пишет, Павел из Абхазии, есть мнение, что питательное серверо терроризм служит несправедливость в обществе, где миром правят деньги. Вы с этим согласны? Ну, вы знаете, отчасти да. Если мы будем говорить о справедливости, как таковой, то это вообще очень сложная, да, философско-психологическая категория. И вот в своих, ну, скажем так, работах, да, я обращаюсь очень часто к теме справедливости и переживания человеком несправедливости. И, в принципе, если говорить о людях, которые вот совершают теракт, да, которые пособничают террористам, то они испытывают хроническое переживание несправедливости. которую они... То есть сама по себе социальная несправедливость в обществе генерирует террор и экстремизм. Оно создает питательную среду, потому что человек, он существо, не просто интеллектуальное, да, обладающее интеллектом, а человек все-таки существо, обладающее чувствами. И чувство и переживание это очень личная вещь. И человек может переживать те или иные события, да, ну, так скажем, принимая близко к сердцу, да, как будто вот это вот обходится с ним конкретно, даже если это происходит, ну, где-то, например, за океаном, за пределами, да, его даже страны, его города. И при всем при этом, вот переживая вот это, вот несправедливость, человек, скажем так, не обращается к тому, что можно сделать позитивного, чтобы эту несправедливость как-то устранить. Он может обратиться сразу к тому, чтобы восстановить эту справедливость доступными ему средствами. А эти средства, они могут быть достаточно радикальны, потому что взаимодействие людей, оно может идти на разных уровнях. Оно может идти на уровне тела, например, когда мы говорим, да, либо ты здесь будешь, либо я. Если ты будешь здесь, я не могу здесь быть. Это один уровень. Может идти на уровне психики, на психическом уровне, когда я могу сказать, что пока ты здесь, мне плохо, и мне не может быть хорошо, пока ты здесь находишься. Когда идёт на уровне совести взаимоотношения людей, да, и тогда террорист может сказать, что пока ты здесь, это неправильно. Не справедливо. Это не справедливо. Это не по совести. Ты здесь, например, быть не должен, да, или там твоя страна здесь быть не должна, или там твои войска здесь быть не должны, твой народ здесь быть не должен, и так далее. И на уровне духа, да, что, в принципе, у каждого человека разные духовные задачи, но я бы сказала так, что, наверное, экстремизм все-таки он до уровня духа доходит через вот те самые реки крови, о которых мы говорим, и он решает вот эти духовные проблемы, да, такие, может быть, трансцендентные в какой-то мере, какие-то не совсем уже земные, да, через то, что он кого-то убивает на уровне тела, он над кем-то издевается на уровне психики, и он с кем-то обходится несправедливо, ну, например, вот на уровне совести. То есть получается такая вот картина, т.е. Яна Ивановна, существует в современном обществе объективная социальная несправедливость. Наверное, это есть. Это имеет место быть в Европе, это имеет место быть в России, это имеет место быть в других странах мира. Особенно, конечно, это в Европе, когда там несправедливо не только отношения между людьми, где миром плавят деньги, как пишет вот Павел из Абхазии, но и откровенно насаждаются античеловеческие ценности. Содомия там доходит уже до оправдания каннибализма. С другой стороны, есть масса людей, которые не воспринимают вот справедливость, но по своим психологическим данным они являются, скажем так, базой вот этого терроризма. То есть они могут стать легко теми самыми террористами за счет вербовки, за счет соответствующего воспитания, за счет соответствующих информационных воздействий. Не зря террористы действуют через интернет-сети и очень активно находят там много себе жертв, из которых потом делают вот эти живые бомбы они. Но вот в этом контексте вот вы могли бы вот как-то вот сформулировать так, чтобы это было хорошо, понятно, вот зрителям в компактном виде. Вот какой типаж типичного террориста? Первый пункт, самый главный пункт, который можно назвать, это наличие внушаемости. Раз. То есть это человек внушаемый. Причем внушаемость, как показали опять-таки психологические исследования, практическая работа, она может быть на двух уровнях. Она может быть у людей как интеллектуально неполноценных изначально, да, педагогически запущенных или имеющих задержку психического развития. А может быть внушаемость у людей, например, которые очень творческие. И это, кстати, профессор Тихомиров доказал в своих работах, и достаточно давно, еще в прошлом веке его работы были опубликованы, что гипнозу и внушению очень сильно поддаются люди творческие, да, которые считают себя таковыми, которые часто оторваны от реальности, они не соотносятся с реальностью, вот с этой. И тоже имеют вот внушаемость. Человек может быть очень внушаем, да, при наличии хорошего образования. Вот мы видели, да, такие примеры уже, когда достаточно образованные дети, да, идут в ИГИЛ, бегут и так далее. Вот. И при наличии, допустим, педагогической запущенности, когда ребенком никто не занимается, когда родители постоянно на работе, да, когда уроки с ним никто не делает, ему никто ничего не объясняет. И еще один момент, который очень важный, да, вот эти вот идеологические террористические концепции, они дают человеку возможность, как можно сказать, соотнестись с чем-то очень масштабным. И через вот это масштабное получить право, право реализовать себя вот таким вот образом. Если ты не мог себя реализовать раньше никак, да, там, нет каких-то кружков и секций, нет никаких интересов, да. Очень тяжело, скучно. То есть попросту за счет того, что у человека появляется возможность почувствовать себя сопричастным к великому делу. Абсолютно точно. То есть вот как комсомольцы 30-х, комсомольцы 50-х, 60-х, которые поднимали магнитку, поднимали целью, ну, там, в Казахстане строили БАМ, они чувствовали сопричастными к чему-то огромному, большому. Сейчас, да, вот в капиталистическом мире западной цивилизации, в России быть сопричастным к большому делу в виде, к примеру, работы на крупного капиталиста, ну, наверное, очень сложно. Это не очень приятно, скажем так, да? Да. И поэтому у людей появляется вот такой вакуум. Можем мы об этом так? Можем об этом говорить, да. Более того, есть еще такой момент, как все-таки наличие каких-то психических отклонений у человека. Здесь могут быть сексуальные переверсии, здесь могут быть какие-то психопатические наклонности, здесь могут быть садистические наклонности или садомазохистические наклонности. Ну, как правило, они идут вместе, в комплекте. И тогда человек, вот это вот, прикрываясь вот этой маской сверхидеи, совершенно спокойно может реализовывать вот это вот агрессивное поведение по отношению к другим людям. Просто ему нужно, понимаете, как получить действительно, как вы говорите, индульгенцию вот эту, чтобы ему как бы разрешили это дело. Да, и чтобы ему обозначили смыслы, ради чего он это делает. Ради чего он все это делает. Да, и что он может быть вот на этом своем месте совершенно хорошо устроен, да. Ему может быть здесь комфортно, он может убивать ради вот этой сверхидеи. И он может не просто убивать, да, а еще и получать от этого удовольствие. Что он совершает великое дело, что он сопричастен к этому большому. Да, что он к этому сопричастен. Ну и более того, маленькое свое собственное удовольствие. Еще какие критерии, вот как вы назвали бы, есть? Ну, есть критерии чисто материальные. Которые связаны... Платят деньги. Это тоже, да? Да. Естественно, в этих условиях возникает вопрос, что этому можно противопоставить? С точки зрения психологии, идеологии, вот этих аспектов. Ну, безусловно, должно, на мой взгляд, да, должно быть идеологически качественное образование. То, что сейчас пытаются отказаться от воспитания детей, ну, в том или ином ключе, это будет, конечно, иметь очень нехорошие плоды спустя, ну, вот где-то 20 лет, когда эти дети вырастут. Это может быть и раньше, потому что вы знаете, что ряды террора молодеют очень сильно. И многие вот эти террористические организации предпочитают воспитывать уже своих адептов, ну, буквально практически с рождения, да, когда в 5 лет ребенок уже способен нажать кнопку на поясе шахида сам, да, или по заказу попытаться там убить, например, кого-то и так далее, да. По приказу, я бы сказала, не по заказу, а по приказу именно. Вот. Здесь нужна очень такая ясная идеологическая позиция с точки зрения воспитания. То есть человек, как существо интеллектуальное, да, как существо ищущее, он, в принципе, не может жить без смысла жизни. Он не может жить без идеологии. Другое дело, что мы можем дать ему свою идеологию или можем его оставить наедине с теми идеологиями, которые есть вокруг него, чтобы он мог, например, выбрать, условно говоря, то, что ему ближе. Но где тогда гарантия, что он не выберет, например, идеологию каких-то запрещенных террористических организаций? У нас нет такой гарантии. Это первое. Второй момент. Я бы вот к чему обратилась. Сейчас очень модно у нас говорить о патриотическом воспитании как таковом. Но к чему оно все сводится? Мы, когда видим ролики о патриотическом воспитании, да, какой-то опыт патриотического воспитания, уже реализованный, да, в определенных учреждениях, то чаще всего это связано с чем? Это связано с Великой Отечественной войной, да, с изучением подвигов наших дедов и прадедов. Это связано, да, с поисковыми отрядами, в которые дети попадают, да, для того, чтобы тоже как-то реализоваться. Да, это какие-то патриотические клубы. Чаще всего это, опять-таки, военизированные какие-то вещи. Вот. И это все очень хорошо. Но, на мой взгляд, психологически, этого, конечно, недостаточно. Почему? Потому что идеология патриотизма, она не только в военных действиях. Она еще, конечно же, в мирных, скажем, в мирном атоме, в мирной практике, да. Потому что, допустим, ребенок, который занимается в патриотическом кружке, он ничуть, на самом деле, не больше патриот, чем ребенок, который, например, хорошо учится и посещает кружок бальных танцев. Но мы на это, как бы, внимания не обращаем. И мы должны давать детям вот эту возможность быть сопричастными уже с детства, да, к своей родине, к своей стране. Вот как мы говорим, что любить родину, да, любить надо учить. Вообще любви надо учить и учиться. И, соответственно, любить родину в том числе. Да, и, соответственно, когда человек имеет опыт любви и бытия любимым, он не захочет никогда это разрушить. Потому что, например, те же террористические организации, они же на первых порах для новых адептов, они создают, очень часто бывает, такую атмосферу семьи. Они называют друг друга брат, сестра, наши духовные родственники, как они говорят, да. Скажите, Татьяна Ивановна, а вот мы говорим с вами про террор. Принципиально есть отличия между экстремизмом и террором? С психологической точки зрения. Вот типаж экстремиста, типаж террориста. Они сильно отличаются? Или это одно и то же? Вы знаете, я думаю, что экстремист, он стоит, условно говоря, вот на той границе, которую террорист уже перешагнул. Вот как бы метафорически я бы это, наверное, так выразила. Потому что, в принципе, с точки зрения психологии, типаж, да, как таковой, но про один типаж мы не можем говорить, потому что здесь могут быть люди принужденные к определенным вещам, обстоятельствами, люди униженные, люди запуганные, да, когда, например, человек ставится, вот опять-таки, перед выбором, что ему страшнее, дальнейшие пытки или пойти сейчас и подорваться вот на поясе шахида. Так бывает, что заставляют подрываться. Или, например, люди смертельно больные, когда, в принципе, он не может уже терпеть ни боли, вот ни страдания, да, ему проще пойти и лишить себя жизни, ну и заодно приобщиться к этой великой идее. Да? Ну, идея не великая, а террористическая идея. Для него, для него, да, для него великая идея, да. То есть он ее именно так вот воспринимает, и тогда он делает вот выбор. Ему дается вот два варианта. Вот это опять-таки ограниченное число выборов. А с точки зрения психологии, можно ли каким-то образом вернуть в здоровое, скажем, к здоровой жизни людей, которые стали на путь терроризма? Те, которые еще не совершили теракт, но они уже включены вот в эту систему. Можно ли их вернуть оттуда? Какими мерами? Можно ли экстремиста вернуть в общество, но не, скажем, не через тюремную камеру, а через какое-то воздействие, психологическое, какое-то иное воздействие? Существуют ли такие инструменты? Ну, отчасти они, конечно, существуют. Потому что есть большое количество людей, которые, попадая в террористические организации, они очень сильно потом разочаровываются в них. Потому что то, что декларируется, не всегда соответствует тем реалиям, которые они видят. И вот тогда включается, ну, опять-таки, мы не можем говорить за всех, да, но у некоторых, у некоторых включается вот эта критичность мышления, да, когда они начинают оценивать предложенные риски, да, они начинают оценивать соотношение рисков и выгод, да, для себя. Это с материальной точки зрения. Да, с материальной точки зрения. Ну, и с психической тоже, что человек значимость свою повышает, опять-таки, да. Вот способен ли он повысить свою значимость именно в этих условиях, да, для чего он, смотря для чего он туда идет. Потому что есть подростки, они просто сбегают от родителей. Кто-то хочет себя определенным образом проявить, да, особенно в молодом возрасте, это вообще очень актуальная проблема, да, вот это самопроявление, явление себя вот миру. То есть создаются, например, такие вот видеообращения бывших террористов, которые четко рассказывают, что и как в этих организациях происходит, что там присутствует, что им на самом деле обещали и что они в итоге получили. Удалось им выйти из этой организации, например, кому-то не удалось выйти из организации, да, бывает такое, что людей не отпускают, их просто вот лишают жизни. Когда они не выполняют те или иные требования основной массы. Точно так же действует иногда хорошо обращение родственников. Когда человек, например, есть у него мотивация вот себя опять-таки реализовать как-то, получить сопричастность к другим людям, это потребность, да, базовая потребность человека. И если он, например, имеет любящих родственников, которым он нужен, которые могут его как-то уговорить, которые могут, условно скажем, надавить на какие-то точки, да, для него ценные, для него важные, вот могут обратиться к его каким-то ценностям, да. Вот, и, конечно, возвращать всегда сложнее, чем проводить вот эту профилактику, безусловно. И более того, сейчас вот такая тоже достаточно серьезная проблема, это дети мигрантов, например. Которые вот... Которые являются такими вот, как сказать, дуальными по своей природе. Да, то есть они обращены к исламу, с одной стороны, а с другой стороны они как бы находятся все-таки на территории России. Вот этот вопрос, он такой очень интересный. Вот вы затронули вопросы, связанные с воспитанием, вы затронули вопросы с воздействиями родственников, психологических аспектов. А как быть с идеологией? Как быть с самой социальной системой, которая генерирует несправедливость? Мы можем заниматься любым воспитанием, мы можем заниматься, вкладывать в детей огромные деньги, что, кстати, сейчас-то сейчас и происходит. А люди все равно становятся террористами, сталкиваясь с практикой жизни. Особенно те люди, у которых особенно обострено ощущение справедливости. Как здесь быть? Ведь зачастую экстремистами называют тех людей, которые, ну, фактически, поставили на этот путь как единственный способ в их понимании противодействия той несправедливости, которая происходит в обществе. Как здесь вот на ваше мнение, с вашей точки зрения быть? Ну, здесь уже такой вопрос, я бы сказала, не психологический, а вопрос социального плана, социологии, высшей социологии, как иногда говорят. Вопрос социологический, вопрос социальных страт тех же самых, вопрос резкой границы, например, между очень бедными и очень богатыми, вопрос СМИ, воздействия СМИ на неокрепшие, скажем, детские умы, ну и не только детские, да, вот, например. Взрослые тоже. Взрослые тоже, да. Когда, например, насилие, оно не просто культивируется. Да, мы уже дошли до того, что, почему у нас люди стали проходить мимо, если кому-то плохо, если кого-то убивают, да, они даже не вызывают уже милицию. Не то, что там, мы не говорим о том, что кто-то кинется защищать другого человека, даже не звонят в милицию. Человек может лежать там час-два, да, там, истекать кровью, мимо него будут ходить, переступать через него и идти дальше. Это практика, вот, весь интернет заполнен вот этими вот роликами. Да, и, кстати говоря, вот тоже место оказания помощи, когда человек начинает снимать это на видео, да, это же тоже, это же ведь идеологический компонент. Да. Это идеологический компонент равнодушия. А как он формируется? Он формируется через иммунитет к страданию, через иммунитет к смерти. Если я включаю телевизор и из 50 минут 45 мне показывают, как кого-то режут, насилуют, убивают или что-то с ним еще такое страшное делают, если в новостях постоянно речь идет только о чем-то негативном, если в фильм не будет кассовых сборов, если там не будет насилия, перестрелки, да, и какого-то противоборства, да, конкретного. Ну, надо признать реально, что фильмы без насилия и разборок не дают кассовых сборов. То есть, попросту говоря, получается, что сама идея экономической выгоды от показа фильмов, сама идея капиталистическая, выгода везде, она генерирует террор. Да. Мы можем так говорить, да? Как противодействие, как противовес. То есть, она не впрямую это делает, но опять-таки она создает вот эту почву. Естественно, не могу, она создает базу, базу, условия. И вот это вот человеческое равнодушие, это как раз идеологический компонент, с которым очень сложно будет что-то сделать через какое-то количество времени. Потому что любое качество, да, которое сформировано в социуме, да, сформировано воспитанием, сформировано средой, оно может через какое-то время уже наследоваться. У равнодушных родителей будут равнодушные дети. И человек, который, собственно, будет неравнодушным, он долго не выживет в этом обществе. И, соответственно, если мы говорим вот о терроре, ну, вот не так давно была, конечно, страшная вот картина в интернете, фотографии, убитые сирийские христианские дети. То есть, там детки совсем маленькие, двух лет, пяти лет, семи лет. Ну, то есть, они совсем маленькие. Вот просто хотя бы на минутку представить. Это вот такая вот приливка от равнодушия, да. Вот на минутку представьте просто, что должно быть у человека внутри, чтобы он это сделал. Что должно быть у человека внутри? Можно ли его вообще назвать человеком, вот с точки зрения антропософии, например? Вообще он является человеком? Ну, вот вы знаете, Татьяна Мородовна, у меня складывается впечатление, что, наверное, вводить надо вот как-то вот в отношении, так сказать, тех существ, которые мы называем людьми, так сказать, с точки зрения антропологии, антропологии, три категории. Это человек, который отличается от всех других. Это забота о ближнем, о всем. Это животное, двуногое, которое построено на то, как можно больше себе присвоить. И третье, это нежить, которая убивает все вокруг себя просто ради удовольствия. Или от нечего делать. Есть еще такая форма агрессии, от нечего делать. Да. Такое тоже присутствует. Но тут я хочу затронуть такой момент об эталоне самосохранения. У человека есть, ну, как бы такая тоже базовая потребность сохранения жизни. Да. И у Земли есть базовая потребность сохранения жизни. Есть инстинкты. Сохранение вида, самосохранение, сохранение потомства, и сохранение жизни на Земле. Да. Вот эти вот инстинкты сохранения. И вот у человека тоже есть вот этот эталон самосохранения, да, что я вообще сохраняю в себе, да, что я в себе несу и что во мне для меня важно. Вот какие там есть компоненты в этом эталоне. Первый компонент это тело, да, нет тела, нет человека. Второй компонент это психика, это как раз познавательные процессы, способность познавать мир, способность в этом мире быть, адаптироваться, да. Способность получать удовольствие или неудовольствие. Третий компонент связан уже с поступком человека, да, например, с совестью человека. Что такое правильное для меня и буду ли я поступать так, как правильно для меня или я буду поступать, например, как неправильно, я не буду слушать свою совесть, буду поступать по-другому. И уровень, четвертый уровень, это уровень духа, это уровень смыслов, что имеет смысл в моей жизни. когда мы смотрим на этот эталон мы понимаем что человек он комплекс комплекс и первые два уровня когда мы говорим тело и психика они как раз роднят нас животные у животных тоже есть тело и психик насчет присутствия совести до у животных ну спорный вопрос мы не можем проверить вот ну вполне возможно просто нет еще механизмов которые мы можем проверить и условно мы можем пока условно можем поделить что вот первые два уровня это уровень животного а вторые два это уровень человек и что в принципе ложится вот как раз вот на то что вы сказали вот эти три варианта потому что человек он сохраняет вот это все ему не нужно тело и психика без совести без духа как вы сказали двуногое условно да в кавычках животное ему достаточно тела и психики удовлетворение потребностей на уровне психики например власть да или там сексуальное удовлетворение или да 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 и еще какие-то формы то есть наркотическое опьянение так далее и тело да что вот то что хорошо для его тела ему этого достаточно вот попросту говоря наверное вот террорист он что-то типа между нежити и двуногого существа да ну я бы сказала там есть разные варианты там есть разные варианты потому что не случайно мы говорим о какой-то вот сверх идея какой-то идеологии которые требуются да и значит там есть уровень дух вот но только какого дух черного станет который который не связан с общечеловеческими ценностями то есть дух он тоже может быть достаточно разный на это могут быть эти уровни могут не быть то есть там зависит все от того что это за человек и соответственно когда человек может сохранить все эти уровни да он ему комфортно жить ему удобно жить но когда наступает какая-то экстремальная ситуация человек встает перед выбором какой из этих уровней он может сохранить такой нет а какой сохранить не может да и чем надо пожертвовать чтобы сохранить что-то более важное вот любой это лежит в основе героизма до героизма когда человек ставит выше личного тела даже личной психики более высокие уровни абсолютно точно но это уже из другого разряда выходит за пределы наши вот это кстати то что можно противопоставить терроризма да конечно конечно и еще один момент который можно противопоставить терроризм и не только терроризм это все-таки умение рефлексировать человек но что человеку свойственно рефлексии человеку свойственно познавать себя на что я способен а какой я на что я имею право борьба с терроризмом это не только уничтожение террористов как таковых особенно тех шестерок на которых вешают пояс смертников и отправляют взорваться борьба с терроризмом явление очень многогранное она лежит на психическом в первую очередь поле идеологическом поле которую мы сейчас говорили она лежит в экономической сфере уничтоживший экономическую базу терроризма невозможно можно будет подорвать его основы и он утратит свою основу ну и конечно же это силовая борьба собственно террористами но борьба в первую очередь не шестерками а с теми кто организует этот террор экстремизм и террор он порождается той социальной системой которая существует в обществе он никогда не возникает на пустом месте если нет необходимой социальных условий терроризм возникнуть не может спасибо за внимание Татьяна Ивановна спасибо за интересный рассказ до свидания